Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках года развития промышленности в республике. Эту тему обсудили в Минэкономразвитии России. Прошло 80 лет с того дня, как освободили Черкесск от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в Парте Победы состоялось мероприятие, посвященное этой дате. Сколько дней и часов остаются до Дня Великой Победы? Сегодня в республиканской столице состоялся запуск часов отчета обратного времени. Выставка изделий русских традиционных промыслов. Экспозиция представлена в художественной школе Узжигуты. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании в Министерстве экономического развития России. Одной из основных тем стала реализация мероприятий, предусмотренных в рамках года развития промышленности в Карачаево-Черкесии. Так обсуждали перспективы создания на территории республики промышленного парка. Выделены основные направления. Это производство текстильных изделий, в том числе шерстяных тканей и утеплителей, но поколение из полиэфирного волокна, а также стройматериалов. Еще одна важная тема – встреча расширения участия Карачаево-Черкесии в госпрограмме развития СКФО, в частности, на включение ряда серьезных проектов по водоснабжению и теплоснабжению населенных пунктов. На повестке также и реализация инвестпроектов в регионе. Обсудили на встрече итоги пикового новогоднего сезона на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии. За праздники Дамбай-Архыз посетило свыше 170 тысяч туристов, а общий турпоток в республику за минувший год уже превысил 1 миллион 900 тысяч человек. Сегодняшний день – особенная дата для каждого жителя Карачаево-Черкесии. Исполнилось 80 лет со дня освобождения Черкесии от немецко-фашистских захватчиков. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов поздравил жителей республики и отметил, что эти страшные дни стали одной из самых кровопролитных страниц в истории нашей малой родины. Но советская армия сумела одолеть врага. Сегодня Черкесск – уютный и динамично развивающийся город. Мы смело смотрим в будущее и строим настоящее. Гордимся своей прекрасной землей и ее трудолюбивыми и мудрыми народами. И все это благодаря мужеству и доблести героев, чей великий подвиг ничем не измерить. В честь этого знаменательного события сегодня на Аллее Героев Республиканского Центра состоялся памятный митинг, на котором побывал и Мураджен Кьозов. В 1942 году на Северный Кавказ вторглись 80 отлично оснащенных немецких дивизий. Оккупация Черкесской продолжалась более пяти месяцев. Операция по изгнанию оккупантов проходила в ходе тяжелых пятитневных боев в условиях небывалого бурана и 20-градусного мороза. В упорных уличных боях бойцы Красной Армии ликвидировали и взяли в плен сотни оккупантов. А на здании почтампа был водружен красный флаг. В этот день отдать дань уважения героям минувшей войны собрались сотни жителей города, представители государственных органов, организаций и ведомств. 17 января 1943 года появилось первое сообщение об освобождении города Черкеска. А 10 дней спустя на площади Кирова состоялись похороны солдат, сержантов и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении Черкеска, людей разного вероисповедания и разных национальностей. В те же дни территория Карачао-Черкесии была полностью очищена от гитлеровских захватчиков. Собравшиеся почтили память погибших героев-освободителей Черкеска минутой молчания. За смелость и отвагу, проявленные в этих боях, четверо наших земляков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Дорогие земляки, горько, что с каждым днём становится всё меньше очевидцев тех трагических и героических событий. Поэтому для каждого из нас дело чести помнить о подвиге солдат Победы, которые сумели разбить мечты фашистов о мировом господстве. Мы с гордостью несем имя наследников поколения Героев. Низкий поклон воинам-освободителям. Их подвиг вечно будет жить в сердцах благодарных потомках всегда. И сегодня в условиях специальной военной операции наши доблестные воины успешно выполняют поставленные перед ними задачи, защищают интересы нашей Родины. Пусть небо над нашим городом, республикой и всей Россией будет мирным и безоблачным. Выступившие отметили, что для каждого из ныне живущих дело чести помнить о подвиге солдат Победы и с гордостью нести имя наследников поколения Героев. Всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена Героев, отдавших свою жизнь за мир во всем мире. Никогда не забудем мы тех, кто не жалея своей жизни завоевал для нас свободу и счастье. Мы будем достойными потомками Героев, защитников Родины. Спасибо вам за поведу, за то, что вы преодолели все тякоты военных лет, подарили нам возможность жить под мирным небом. Вечная память павшим и долгих лет ныне живущим ветеранам. Мурат Сенкезов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево, Черкесия. В рамках празднования 80-й годовщины освобождения Черкесской сегодня произвели запуск часов отчета обратного времени до Дня Победы. На торжественном мероприятии всем собравшимся напомнили о тех днях, когда именно здесь советские войска водрузили на здание нынешнего главпочтамта Знамя Победы и о том, как проходили бои с немецко-фашистскими захватчиками. Подробнее расскажет Альхан Лепшоков. Под звуки старинного марша на улицу Первомайскую внесли Знамя Победы, как и 80 лет назад, когда было объявлено об освобождении Черкеска от немецко-фашистских захватчиков. В ходе мероприятия собравшиеся минутой молчания вспомнили те, кто ценой собственной жизни даровал нам мирное небо над головой. Депутат городской дома республиканской столицы Игорь Михайлов напомнил собравшимся о том, как 875-й полк майора Орехова двигался к площади Кирова, захватывая пленных и вооружение оккупантов. А после они и вышли на Первомайскую улицу к почтамту, охраняемому полуротой немецких солдат. Самое главное, что в этот день, ровно 80 лет назад, была страшная непогода. По рассказам ветеранов, стариков, таких морозов, по-настоящему крещенских морозов, не было в Черкесске целое десятилетие. Температура опускалась до минус 25-30 градусов. Был буран. Страшная непогода была. Но, несмотря на это, наши штурмовые отряды, наших гвардейских полков, вот в этот день, ровно 80 лет назад, заняли Черкесск. Руководитель объединения штаб-паста номер один Ибрагим Иркенов отметил, что они с воспитанниками Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» совершают марш-бросок по дороге победителей. Он также подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют нам вспомнить героический подвиг наших предков. Как на самом деле было тяжело бойцам Красной Армии в Стужу, в Юга, в Метель, и они все равно пошли освобождать наш город. И вот в рамках празднования 80-летия освобождения Черкеска запустили часы от счета обратного времени до 78-й годовщины Дня Победы. В свою очередь воспитанник Центра «Авангард» Азамат Конов отметил, что молодое поколение всегда будет помнить героический подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Вечно останутся в наших сердцах имена героев, которые пожертвовали своей жизнью ради нашего светлого будущего. Никогда не забудем и тех, кто, не жалея своих сил и здоровья, рисковал ради нас жизнью. Мы благодарны вам за эту победу. А в завершении мероприятия учащиеся школы Черкесской вспомнили песни военных лет. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в 2.50 на первом километре федеральной автодороги Черкеск-Домбай в районе профилактория «Солнечный» водитель Глада Приора, 31-летняя жительница Ужигуты, не справилась с управлением и допустила наезд на придорожный столб линии электропередач. В результате ДТП водитель автомашины скончалась на месте происшествия. Пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирована в реанимационное отделение. По предварительной информации, причиной автоаварии стала потеря управления транспортным средством на высокой скорости. Обстоятельства выясняются. Указанный участок автодороги, по данным госавтоинспекции, не является очагом аварийности. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью до 8 градусов мороза, а днём до 12 тепла. И в горах плюс 1-6. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью до 6 градусов мороза, а днём до 10 тепла. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновлённого агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Продолжаем выпуск. Карачао-Черкесия заняла второе место среди регионов России по производству минеральной воды. В 2022 году в регионе произвели более 400 миллионов литров. По данным Центра развития перспективных технологий, первое место в рейтинге занял Ставропольский край, на третьем – Краснодарский край. Более года назад в республике стартовала маркировка минеральной воды и уже есть значительные результаты. Производители наращивают объёмы производства, а нелегальный бизнес выходит из тени. И причём это не оказало влияния на цену. В художественной школе в Джигуты проходит выставка изделий русских традиционных промыслов. Посетители встречают прекрасные талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю. Все работы выполнены на высоком уровне. Альбина Курочинова-Кенжева посмотрела экспозицию. Небольшая, но уютная художественная школа встречает посетителей и учащихся в фойе с новой экспозицией народных промыслов. Талантливые ребята сделали деревянные заготовки ложек и матрёшек под хохломскую роспись, а белые ёлочные шары, украшенные вручную, радуют глаз. Разнообразием техник отличается отделка кухонных разделочных досок. На одних строгий геометрический рисунок в стиле Абрамцево-Кудринской резьбы, другие расписаны кжельской хохломской мизенской росписью. Есть и сюжетные композиции на тему русских народных сказок в технике батика, а также скульптуры малых форм, передающие в точности характер сказочных героев. Если мы с детства не будем воспитывать, потом очень трудно это воспринимать поколению. А для нашей школы проблем в этом отношении нет, потому что по этой части мы работаем очень давно, ещё с времён программ Бориса Неменского, и дети с этим знакомятся с первого класса. Ребята с большим удовольствием обучаются в художественной школе живописи и скульптуре. А ещё тут преподается музыка. Классы переполнены ребятами. Они с любопытством и большим желанием ждут очередных уроков, чтобы узнавать больше от своих талантливых преподавателей. Делаем дымковскую игрушку. На каком вы сейчас этапе? Мы хотим сделать ей руки и голову, шею. А что самое сложное в вашей работе? Вот эта юбка. А когда вы увидите результат, какие у вас чувства? Что мы это сделали. Я начинала делать тело, потом я сделала ей ноги, голову, потом я ей сделала уже сами перья. И сейчас я буду выглаживать это всё красиво, пробовать передать характер. Работа Амины, будущей выпускницы художественной школы, украшают выставку. Она расписывала акрилом матрёшек и дощечки. Я с детства люблю рисовать, всегда мечтала научиться хорошо это делать. И мне очень нравится здесь учиться. Здесь хорошая атмосфера, приятная. Всё очень интересное. То есть очень хорошие педагоги. И мне очень нравится то, что они действительно профессионалы, любят свою работу. Руководство и преподаватели школы уверены, что растёт поколение, которое сохранит и приумножит традиции народного искусства. Альбина Курочинова, Кенджи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все в Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Скальфосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова